Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своём выступлении, а это был путь, который был сопряжён такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение её своим интересам. Россия не может существовать в таком подчинённом или полуподчинённом состоянии. И мне кажется, что наш народ, это самый простой народ, простые граждане, вот это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники. Как мы с вами сейчас услышали, Путин публично признался в том, что та политика, которую он вёл последние 20 лет, бестолковая. И сейчас диктатор боится, что Российская Федерация станет такой, какой была раньше, при правлении Путина. Он уже не хочет возвращаться в прошлое, поскольку, по его мнению, то, что он делал до начала своей СВО, в том числе с российским народом, это, видите ли, неправильно. Типа, то, что он делает сейчас, то, как он утилизирует этот российский народ, стало резко правильным. Но, смотрите, тут какая штука. Признав свои действия, мягко говоря, дурными, Путин продолжает позиционировать себя как жертву. Жертву завуалированной интервенции, как он это называет. И говорит о том, что Россия якобы всегда сталкивалась с угрозой со стороны Запада. Ну а сейчас его народ будто бы консолидировался так мощно. И активно этому проклятому Западу противостоит. Вот в ходе предвыборной нашей президентской кампании, помню, особенно так, не было времени следить за всем, но смотрел, включил телевизор. Иностранный корреспондент какой-то, кстати, иностранный, не помню, какой, подошел на улице к мужчине в Белгородской области, в Белгороде. Можно, наверное, в архивах найти этот эпизод. И спрашивает, вы куда? Он говорит, на избирательный участок. Но это же опасно. Дроны могут прилететь, это там, можно пострадать. Вы зачем идете, почему вы не боитесь? Ответ был очень коротким. Это такой же мужчина, так, в средних лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошел. И так мог бы ответить представитель любого этноса Российской Федерации сегодня. Почему Путин не хочет напомнить, что до 22-го года на Белгородчине была абсолютно спокойная жизнь, и только после того, как туда пришла его же СВО, там стали прилетать дроны, непонятно. Но это была не что иное, как попытка оправдать внутренние репрессии и укрепление авторитарной власти, при этом прикрываясь угрозой внешнего врага. Подается все это, конечно же, под соусом «я русский». То есть Запад плохой. Запад заставил меня предыдущие 20 лет типа под него там стелиться и делать то, о чем я не хочу сейчас вспоминать. Но Запад виноват. Не Путин. Путин жертва. Давайте в этом контексте сейчас вспомним, что говорил сам Путин в 99-м году. Знаете, что я вам скажу? Что вот постоянное кивание на заграницу, как на источник всех наших бед, неверно. Неверно по сути своей. Все наши беды в нас самих. От нашей собственной безлаберности и слабости все проистекает. У нас в экономику, в смысле, там беда и горе сплошная. Да, значит, посмотрите на наши международные отношения, на наши отношения в самом ближнем зарубежье. У нас везде какая-то зияющая дыра, проблем. Как видим, оказывается, не англосаксы виноваты, а собственная безлаберность. Но когда цепляешься за власть, то в принципе можно все перевернуть на 180 градусов. Давайте тут посмотрим на ситуацию шире. Путин сейчас подает свою спецоперацию как борьбу за суверенитет и независимость России. При этом говорит о каком-то вселенском единстве и консолидации российского общества. Но Путин игнорирует реальные последствия войны, которые вылезают из всех щелей сейчас. Например, реальная новость. Открываю ленту новостей и вижу. Курские переселенцы, лишившиеся своего жилья, получат новогоднее чудо. Госдума России предложила подарить беженцам фотосессию. Ну, наверное, фотосессию на фоне разрушенных ожиданий. Иначе я это охарактеризовать никак не могу. Таких событий просто вагон и маленькая тележка. Однако, честно, я даже не уверен, что диктатор про это все знает. Ведь учитывая то, как он пользуется интернетом, он явно не в курсах, что у него вообще творится в стране. Владимир Владимирович, а вы сами интернетом пользуетесь? Вы знаете, очень примитивным образом. Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть. А, но все-таки доводится, да? Да. Нашими поисковыми системами? Вашими, ваши. Ну, а про смартфоны, про ноутбуки, лэптопы дед, наверное, не знает. Да и вообще, на какие кнопки нажимает Путин, когда заходит в интернет? Я, честно, боюсь представить. Пишите ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать. Едем дальше. Кроме откровенного позора на этом форуме, Путин воспользовался Валдайской сходкой для того, чтобы дать четкий сигнал Трампу про готовность к переговорам с Белым домом. И, скорее всего, к переговорам даже не совсем на условиях Москвы. Сейчас про это поговорим. Сначала Путин сказал, что он считает Трампа очень мужественным человеком. Ну и поздравил его с победой на выборах. То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, я не считаю зазорным и со своей стороны ему позвонить. Я просто не делаю этого, потому что руководители западных государств с какого этапа, они чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили. Ну, то есть с Трампом готовы повезти? Готовы, готовы. То есть, что мы видим сейчас? В Кремле напряглись из-за обрушения цен на нефть, которую анонсировал Трамп. И в Кремле в срочном порядке на это все отреагировали. Причем, заметьте, заставили сделать это самого Путина, не каких-то там его марионеток уровня Лаврова или того же Пескова. Значит, ситуация аж настолько серьезная, что так называемый гастарбайтер нового миропорядка уже превентивно начал унижаться перед новым президентом США, который, я напомню, еще официально не вступил в должность. И который вроде как враги. И вроде как, как мы и слышали, все годы хотели напасть и разрушить Россию. Но, наверное, тут не в этот раз. Поиграли и хватит. Кстати, избранный на медне на второй президентский срок Дональд Трамп весьма скупо высказался о перспективах контактов с Путиным. Сейчас процитирую Трампа. «Я думаю, мы поговорим». Это все, что сказал Трамп про диалог с Путиным. В принципе, ровно столько, сколько питерский гопник и заслуживает. Этим заявлением, кстати, Трамп признал, что Путин не достоин войти в число мировых лидеров, с которыми он в первую очередь общался после своей победы. С Зеленским говорил. И говорил про мир через силу. А Путин подождет. На том, что мы услышали, унижения диктатора российского не закончились. Главарь кремлевский, конечно же, заговорил про мир с Украиной. И знаете, что озвучил? Кроме традиционных «мы не нападали, друзья, мы защищались, это они 8 лет домбили бомбас». Путин озвучил условия мира с Украиной, которые очень сильно похожи на так называемый план советников Трампа, который на медне публиковали в Wall Street Journal. Не могу не доспросить, раз уж сошла речь о границах, а Украину мы в каких границах признаем? Вы знаете, мы всегда признавали границу Украины в рамках наших договоренностей после распада Советского Союза. Но обращаю ваше внимание на то, что в декларации о независимости Украины, и Россия это поддержала, значит, что Украина является нейтральным государством. Но затем и на этой базе мы признавали и границы. Но позднее, как известно, украинское руководство внесло изменения в основной закон, так, и объявило о своем желании вступить в организацию Североатлантического договора. А мы так не договаривались. Это во-первых. А во-вторых, мы никогда и нигде не поддерживаем никаких государственных переворотов. Не поддерживаем его и на Украине. Мы понимаем и поддерживаем людей, которые с этим госпереворотом не согласились. Что мы и сделали, пытаясь прекратить боевые действия, начатые киевским режимом в 2014 году. Мы не начинали никакой ни интервенции, ни агрессии, а мы пытаемся прекратить ее. Где мы нарушили международное право и густофон? Да нигде нет этих нарушений. А если это так, то граница Украины должна проходить в соответствии с решениями, с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях и которые мы называем своими историческими территориями. Вот все зависит от динамики происходящих событий. Если нейтралитета не будет, то трудно себе представить наличие каких-то добрососедских отношений между Россией и Украиной. Мы настроены как раз на то, чтобы Украина в конце концов стала независимым, суверенным государством. Из этого всего бреда можно отметить, что Путин сказал, что типа включенные в Россию регионы должны остаться в составе России. И при этом, заметьте, он не проговорил четко их границы, так как он делал это этим летом. И это стало сигналом на тему того, что границы могут обсуждаться. Да, потом, конечно же, вылез Песков и сказал, что готовность Путина обсуждать с Трампом украинское урегулирование не означает изменение целей СВО. Но на самом деле сейчас все зависит именно от позиции Трампа, а не от так называемой готовности Путина обсуждать украинское урегулирование. У США сейчас есть все ресурсы и все возможности оказать эффективное давление как на Россию, так и, в принципе, на союзников Кремля. Хотя, если у Трампа появится политическая воля решить ситуацию в свою пользу и в пользу Украины, цели путинской СВО, они, конечно же, не будут изменяться. Ну, просто выйдет вдруг Путин обратиться к россиянам и сообщить, что, ой, россияне, а знаете, все цели чудесным образом оказались выполнены и можем сворачиваться. То, как это воспримут ультрапатриоты в России, да, в принципе, все равно. Украине главное, чтобы путинская война закончилась на справедливых условиях и чтобы виновные были наказаны. Трамп тоже заинтересован в справедливом мире, про что он неоднократно говорил. Советники Дональда Трампа, избранного президентом США, уже работают над планом по завершению войны между Россией и Украиной, пишет Wall Street Journal. Как отмечает издание, ранее Трамп пообещал найти решение конфликта до 20 января, когда состоится его инаугурация. Согласно этому плану, Россия и Украина должны заморозить линию фронта и установить демилитаризованную зону протяженностью примерно в 1300 километров. В этом сценарии Украина временно откажется от 20% территории. Кто будет охранять демилитаризованную зону, неизвестно. Однако в окружении Трампа не хотят включать американских военных в состав миротворческих сил, а также контингент ООН, вместо чего настаивают на участие европейских военных. Трамп еще даже не вступил в должность, но уже некоторые СМИ начали публиковать будто бы какие-то части из его так называемого мирного плана, который касается войны России против Украины. Дескать, линию фронта заморозят, создадут демилитаризованную зону в 1,3 километра, а Киев должен будет отказаться от вступления в НАТО на пару десятилетий. Так, по крайней мере, пишут СМИ. Давайте так, коротко скажу сначала, что я про это думаю. Тут надо отметить, что это все не есть планом Трампа. Это просто очередное заявление СМИ, причем со ссылкой снова на непонятные источники. Поэтому к этому относиться надо только как к статье в СМИ, не более. Говоря про то, что там написано, то Украина, как жертва этой войны, справедливо выдвигает требования по гарантиям безопасности. Отказываться от территории Украины никто не собирается. Это противоречит Конституции. Но про завершение горячей фазы войны и путем дипломатии возвращать земли, про это неоднократно в последний год говорил и сам Зеленский. Даже, напомню, говорил про шаги, которые в перспективе это прекращение огня могут обеспечить. Пойдет на них или не пойдет Россия, а у них не так много выбора. Почему, про это поговорим немного позже. Но сейчас моделируем ситуацию. Путин пошел на прекращение огня. Но вот где гарантии, что он реально будет придерживаться этих договоренностей? Правильно, гарантий нет. Вступление Украины в НАТО было бы железной гарантией, это правда. Но в НАТО Украину сейчас никто не ждет. Факт? Факт. Двери там приоткрыты уже много лет, но почему-то зайти в них не получается. Если Трамп способен что-то предложить в перспективе реальное и надежное в контексте защиты для Украины, то это можно будет рассмотреть. Однако, опять же, только чтобы все было по справедливости. Потому что именно Украина, жертва этой войны, именно Украина ежедневно теряет самое дорогое жизни своих граждан. Трамп в общении с Зеленским как раз таки и говорил про справедливое завершение этой войны. Чисто гипотетически, если в плане Трампа и может что-то быть про заморозку линии фронта на справедливых для Украины условиях, то очевидно, что Путин со своим ближайшим кругом лихорадочно сейчас думает, что отвечать Трампу на такое предложение. Потому что я напомню, про такую или иную заморозку говорит сейчас и Китай. То есть, если на план Трампа говорит, да, Украина, то в чем-то это есть и согласие с мирными планами Индии, Китая и Бразилии. Тут важно отметить, что ни в одном из этих планов о юридическом признании территориальных приобретений России речь не идет. Да и не будет когда-либо идти в принципе. Опять же, плана мы не видели, все это все равно заявление СМИ. Но все же, если Путин говорит нет на все эти планы, то фактически диктатор обнуляет свое недавнее блеяние на БРИКС. Ну там он говорил, помните, что он готов к мирному урегулированию. Это то, что Украина не готова, а он готов. Я вам сейчас сначала напомню, что из себя в принципе представляет ультиматум диктатора. Эти условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик. Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращая внимание, именно со всей территории этих регионов, в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. То есть, это фактически добровольная сдача территории, что в здравом уме в Украине никому в голову не придет. Но этот ультиматум Путин озвучивал еще в июне этого года. С тех пор многое поменялось. Давайте теперь послушаем, что про мир диктатор говорил на саммите Брикс. Мы готовы рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле. И не готов ни на что другое. То есть, основываясь на реалиях на земле, смотря на эти два заявления, становится очевидно, что так называемый мирный план Путина с выводом, добровольным выводом ВСУ с территории четырех областей, полностью противоречит его блеянию, что при переговорах надо учитывать ситуацию на земле. Но потому что сейчас ситуация на земле такова, что ни Херсон, ни Запорожье, Россия оккупировать не в состоянии даже во сне. А потому, особенно учитывая победу Трампа, я думаю, что в Кремле начали думать даже про так называемую мирную инициативу Китая, от которой ранее Путин публично отказывался. Но просто тут перед ним стоит выбор. Или условно дружественный Китай, который дает ему деньги, или недружественный США. Но факт в том, что сейчас российское телевидение активно уже готовит свое общество к тому, что даже если Трамп Россию и посадит за стол переговоров, не на путинских, а на украинских и американских условиях, то это уже не так и плохо. Вот его заявление по Украине. Он их сделал много. Видимо, он будет что-то предпринимать. Вот каким образом мы должны быть готовы к какому развитию событий. Как я понимаю, то, что я слышал, проговаривал вице-президент, уже ныне вице-президент, да, речь идет о заморозке на линии огня, нейтральный статус Украины. Об этом Мэнс говорил. Я, во всяком случае, слышал. Насколько это не совсем тот сценарий, который, как говорится, для нас актуален. Это поставит наше руководство перед дилеммой. Сказать, что мы не согласны, даже в условиях, если это, как говорится, негласно будет одобрение Китая и Индии. Или каким-то образом находить возможности выхода из этой ситуации. Потому что, я повторяю, скорее всего, они будут говорить о заморозке на линии огня, а не на возвращении, как у нас президент наш объявил, четырех территорий в административных границах. Трамп же потребует другого. Трамп же многократно говорил, самое главное, чтобы не было союза между Россией и Китаем. Он же приводил пример своего профессора. И мне надо обрушить цену на нефть, чтобы русским стало плохо. Останавливается огонь на той линии, на которой сегодня есть. Да, Украина становится нейтральной. Ну что, в Курске, что ли, они у нас будут стоять? На этом моменте, я думаю, уже могли посыпаться комментарии на тему того, а с чего я вообще взял, что Путин не проигнорирует предложение, будь то Трампа или Китая, и так или иначе захочет диалога. Ответ кроется в волшебных словах. Нефть и деньги. То, что кормит Путина, его фактически может и погубить. Ведь помните, Трамп сказал в своей победной речи, что может обвалить цены на нефть на протяжении следующего года. И он реально может это сделать. У него есть такие возможности. В таких условиях для России неизбежно падение нефтегазовых доходов. Возвращается тогда и потолок цен, и отказ крупных покупателей от сделок с российскими нефтяниками, без больших скидок. Ну, потому что на рынке будет на тот момент полно других предложений. Это логично. Вместе с этим растут и риски дефицита российского бюджета. В контексте того, что нефтегазовые доходы уже серьезно просели год к году, перед правительством Российской Федерации встает серьезная задача. Поиск финансовых резервов, чтобы страна банально существовала. Искать они будут по привычке в карманах у бизнеса и у своего населения. Я напомню, с 1925 года в России вступает в действие налоговая реформа, так называемая. Ну, а по факту это тотальное повышение налогов, которая, с учетом складывающихся обстоятельств на нефтяном рынке, может быть спокойно донастроена или изменена. И не раз, и не два, и не три, и не пять. И потому спасением российской экономики, логический вывод, при негативном нефтяном сценарии, может стать разве что быстрое завершение войны. Которая как раз таки сейчас забирает огромное количество денег из российского бюджета. Просто черная дыра. Трамп про нефтяной сценарий заговорил сходу. Чем дал четкий сигнал Кремлю? К чему им надо готовиться в противном случае? По этому поводу уже, кстати, серьезно загрустили российские элиты, которые вполне могут на таком фоне инициативно пойти на откровенный слив СВО, так называемый. Несмотря на понесенные Россией ощутимые потери в людях. По этому поводу уже, кстати, серьезно загрустили российские элиты, которые вполне могут на таком фоне инициативно пойти на откровенный слив так называемой СВО. Это несмотря, кстати, на понесенные потери в людях, потому что на людей там, в принципе, всем все равно. Потому Лавров и хотел переговоров со Штатами, и потому этот же Лавров уже высказал, за что готов говорить с Европой. Я не могу высказывать свои предположения об ощущениях Европейского Союза, будет это душ холодным, или это будет душ горячий, кипяток, не знаю. И, учитывая полную зависимость Европейского Союза от брюссельской бюрократии, которая, в общем-то, пытается узурпировать в худших традициях автократических, как они выражаются, обществ, любые процессы, не только внешнеполитические, но и процессы развития самого Европейского Союза, Я даже не буду гадать на этот счет. Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Как видим, ситуация для Кремля реально становится патовой. И с приходом Трампа в мире многое может поменяться. Для нас кто лучше? Байден или Трамп? Байден. Ну, я же говорил, у нас, значит, фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Вот он, его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим, значит, сторонникам поддержать господину Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Вы сказали, эта ставка оказалась под вопросом. Ничего не оказалось под вопросом. Полагаем, что после выборов что-то изменится на российском направлении в американской политике. Я бы так не сказал. Мы так не думаем. Думаем, что ничего, по сути, такого серьезного не произойдет. Будут строиться российско-американские отношения после выборов. Это прежде всего зависит от Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Сейчас мы увидели то, как за последний год изменялась риторика Путина по отношению к кандидатам в президенты США. Сначала это было явное подыгрывание Трампу. На улыбке вот это Путин там говорил про смех Харрис, помните? Потом это трансформировалось в безразличие. Дескать, да нам все равно, кто у них там будет, это их дело. Мы на них вообще не смотрим. У нас тут Брикс, Китай и все остальное. Да, конечно, говорим про Штаты без перестанку на всех телеканалах. Думаем про их санкции. Ну, вы не подумайте. Нам абсолютно плевать на Штаты. И вот что последнее звучало изо рта Путина и его приспешников, так это то, что они готовы вести со Штатами диалог. Причем Путин на полях саммита Брикс об этом сказал, ну, как мы слышали, невнятно. Что-то там себе пробормотал под нос, смотрел при этом в стол, не на журналиста. А Лавров фактически сказал, что Россия нуждается в США. Почему риторика изменялась? А потому что изменялась риторика и действия Трампа. И если сначала она звучала как то, что я знаю Путина и мы договоримся про все, то аккурат под выборы в Штатах начались разговоры о том, что Трамп хотел или хочет ударить по Москве. Поэтому, что сам Путин, что его прихлебатели поумерили свой пыл. И то же самое сказали сделать всем своим марионеткам. Вы знаете, я никак не отношусь к победе Трампа, честное слово. Вот. И у нас своя повестка дня, ребят. Мы сегодня спустили ледокол Арктика на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово. А к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали. И, наверное, не надо лукавить. Важно, что выборы завершились в Америке. Почему это важно? Кто-то во время предвыборной кампании говорил про войну. Кто-то говорил о мире. И о том, что быстро установят мир. А Америка это является той самой страной, которая конфликт вокруг Украины может прекратить очень быстро. Потому что это та самая страна, которая и прямо, и косвенно вовлечена в этот конфликт. Это та самая страна, которая декларирует цель нанести стратегическое поражение нам, россиянам, нашей стране, Российской Федерации. И если кто-то может что-то изменить, тогда это надо приветствовать. Если это слова во время предвыборной гонки, видели такое и ранее. Песков напомнил, что в ходе предвыборной кампании Трамп говорил в том числе о мирных устремлениях на международной арене и желании прекратить политику продолжения старых войн и развязывания новых. Но, как сказал Песков, выводы Россия будет делать только после конкретных шагов Трампа. Какие-то могут быть шаги. Давайте подумаем. Шаги эти касаются путинской нефти и путинской войны в Украине. Сначала про последнее. Команда Трампа озвучивала тезис, который звучал примерно так. В случае победы Дональда он звонит Путину и говорит, если вы не прекратите войну, то мы усилим поставки оружия в Украину и снимем все ограничения. И также звонит Зеленскому и говорит, если вы не согласитесь на диалог с Путиным, тогда мы полностью прекращаем поставки оружия в Украину. В принципе, схема эта может быть рабочая. Будем реалистами. Россия банально больше. Страна по размеру и по людскому ресурсу. И бесконечная война никому не нужна. В том числе Украине. Украине особенно она не нужна. Но Украина не согласна на несправедливый мир. И тут следует напомнить, какие именно были последние слова Трампа во время его встречи в сентябре с Владимиром Зеленским. Так что мы сядем и просто обсудим это. Если мы победим, то я думаю, еще задолго до 20 января, до того, как я официально вступлю в должность президента, а это происходит 20 января, задолго до этого, я думаю, мы сможем выработать что-то, что будет хорошо для обеих сторон. Пришло время. И, кстати, президент Зеленский это тоже знает. Он хочет достичь результата. И после этого, во время пресс-конференции Зеленского и Трампа, именно Дональд неоднократно акцентировал на том, что окончание войны в Украине должно быть именно справедливым. Не иначе. Справедливым. Поэтому предложения Трампа по миру базово не могут быть антиукраинскими. Как, например, это пыталось еще где-то полгода назад продвигать пропаганда Путина. Развиваем логическую цепочку дальше. Трамп предлагает Путину какой-то вариант. Путин от этого варианта, скорее всего, отказывается. Ну, потому что Кремль, в принципе, сейчас не заинтересован в прекращении войны на справедливых условиях. Трамп дает больше оружия и сил Украине. Я напомню, мир через силу. Именно так сказал Зеленский в своем поздравлении Трампа с победой на этих выборах. Еще раз, мир через силу. Важно это отметить. В Кремле понимают, что Трамп реально может позвонить Путину, как и обещал, в принципе, это сделать. И может предложить то, что он, в принципе, и обещал. Но, когда только Путин откажется, это уже будет совершенно иная история. Как в политическом, как в военном, так и в экономическом смысле для России. Именно поэтому в Кремле аккурат перед выборами в Штатах сделали основную ставку на беспорядки в США. А не на победу кого бы то ни было из кандидатов. Потому что они понимают, что Харрис, в принципе, это так или иначе продолжение политики Байдена. Возможно, с теми или иными изменениями, которые антироссийская политика акцентирует. И Трамп это тоже отнюдь не пророссийский кандидат. Тоже важно подчеркнуть. Именно Трамп, я напомню, вводил санкции против России еще до того, как это стало мейнстримом. Именно Трамп в 2019 году подписал ежегодный оборонный бюджет США, который уже тогда содержал военную помощь Украине на сумму в три сотни миллионов долларов. И тогда он ввел санкции против российских газопроводов. А потому шампанское с икоркой в Москве явно припрятали куда-то, наверное, под землю. Потому что у них реально есть поводы сейчас для переживания. Более того, учитывая то, что Трамп может сделать с нефтью, скоро Путину, наверное, не будет за что покупать эту икорочку. Сделать целый ряд вещей, очень важных. Оставьте нефть нам. У нас есть нефть, это жидкое золото. Мы лучше, чем Россия. Держитесь подальше. Жидкого золота. Мы будем снижать налоги. Никто этого больше не может сделать, а мы это сделаем. У Китая нет того, что у нас есть. Ни у кого больше нет того, что у нас есть. Аналитики уверены в негативном влиянии будущей политики Трампа на нефтяные цены в связи с протекционизмом, санкциями и наращиванием производства под лозунгом «Бури, детка, бури». Стоимость барреля Brent уже упала до 74 долларов. Победа Трампа на выборах президента США может призвести к снижению цен на нефть до 50 долларов за баррель. Именно так писал в телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаско. А снижение цены на нефть – это в первую очередь удар по кошельку Путина. К этому еще добавьте Саудовскую Аравию, которая, напомню, не так давно тоже пригрозила обрушить рынок нефти, нарастить добычу у себя и этим опустить цену на нефть. Все это приводит к реальному геморрою для старика в Кремле. И знаете, после того, что мы вот обговорили, хочется тут даже как-то с улыбкой вспомнить, как радовалась Симоньян в 16-м году, когда Трамп пришел к власти впервые. Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг, присоединяйтесь. Они сегодня заслужили. А сейчас почему-то уже, наверное, не хочется ездить по Москве с американскими флагами, да, Маргарита? Чего-то, в принципе, я так смотрю, придворные пропагандисты Путина как-то приуныли, когда у них не вышло провернуть историю с беспорядками в Штатах. Сейчас они просто на своем телевидении с очень грустными и неоднозначными лицами обговаривают, что Трамп, оказывается, это плохо для России. А он же должен будет доказывать, что он крутой. Конечно. Вот Камала Харрис, она не должна доказывать, что она крутая, она будет хохотать и так далее. А как он будет доказывать, что он крутой? А вот я думаю, что он как раз в большей степени, чем Камала Харрис, склонен будет пойти на эскалацию и на Украине, и на Ближнем Востоке. Для него это будет способ закрепить себя как лидера крупнейшей страны мира, как лидера, ну, потрепанного, ну, гегемона. Да? И вот это вот, надо сказать, такой вопрос, который меня начинает волновать. Я правильно понимаю, что вы и снова за Дональда Трампа? У него даже сомнений нет, я уже 10 раз это сказал, несмотря на то, что он там иногда... Вот это вот, вежливо выражаясь. ...против левых, против коммунистов, но почему я... Просто коротко, буквально, чтобы дальше не перебивать. Накануне Дональд Трамп заявил, что именно он тот человек, который уничтожил Северный поток. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну, и историческое его заявление, смахиваем пыль. Он тот политик, который ввел больше всего антироссийских санкций. Ну, так, для понимания, и продолжаем его любить. Больше-то он не ввел, конечно. У нас сейчас 20 с лишним тысяч санкций, и ввели-то их все в основном. В смысле, вводить больше нечего? Ну, хорошо. Вы слышите то, что вам хочется услышать из его речи. В российском медиа тоже заявили, что они готовы сотрудничать с Трампом, но при достижении целей их СВО, так называемой. И вы знаете, они говорят, что уже не питают иллюзии в отношении Дональда Трампа, как где-то питали иллюзии полгода-год назад, да, напомню. Поскольку сейчас уже они говорят, что американская элита, цитата, придерживается антироссийских установок и линии сдерживания Москвы. То есть, где-то год назад, по их мнению, Трамп не придерживался этой линии, а сейчас уже придерживается. И традиционно, тут россияне, конечно же, не обошлись без ультиматума. Тоже процитирую. Россия будет работать с новой администрацией, когда она пропишется в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей так называемой специальной военной операции. Складывается ощущение, что больше всех победе Трампа, в принципе, обрадовались российские ястребы политики. Ну, такие как Лавров или Медведев. Последний, чтобы вы понимали, одним из первых родил в Телеграме пост, в котором предрек тяжелые времена для прихлебателей и приживалок. Я писал в Телеграм пару дней назад про яростный двухпартийный антироссийский консенсус на Капитолийском холме. Эти оценки справедливы, в том числе с учетом большинства слонов, полученного в Сенате. Но у Трампа есть одно полезное для нас качество. Как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок, на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее. Как видим, даже такой недочеловек, как Медведев, осознает, что США продолжат поддерживать Украину в любом случае. В принципе, знаете, промониторив и увидев, как беснуются патриоты и Z-медиа, можно уверенно тут говорить, что несмотря на их блеяние и на слова Путина, на тему того, что им безразличны выборы в США, там следят за каждым чихом Трампа и пилят сейчас вовсю мемы про Харрис. Потому что они боятся, они переживают, какая будет у них судьба. Закончит ли Трамп войну в Украине за 2-4 часа? Нет, не закончит. Это очевидно любому здравомыслящему человеку. Но именно Трамп, как человек максимально непредсказуемый и импульсивный, который после стольких лет в политике все равно остается бизнесменом, может сделать реальные шаги для того, чтобы наступил справедливый мир. Министр иностранных дел Турции назвал условием справедливого разрешения российско-украинской войны сохранение территориальной целостности Украины. Обе страны не хотят остаться проигравшими, и турецкая сторона продолжает искать точки соприкосновения между властями Украины и России. У нас особые отношения с обеими сторонами. Мы не отказываемся выслушивать их. Друг говорит только правду. Именно так мы и поступаем. Добавил министр, уточнив также, что усталость обеих сторон может привести к возникновению новой ситуации в 2025 году. Вероятно, под новой ситуацией, подразумевая, что в следующем году воюющие стороны смогут достичь компромисса при турецком посредничестве. Напряжение между Москвой и Анкарой стремительно возрастает. Турция на официальном уровне ответила Кремлю на их обвинения в том, что Анкара помогает Украине с оружием. Может, кто пропустил? Лавров на медне в интервью турецкой газете сказал, дескать, как вы, Турция, можете говорить про посредничество в мирных переговорах с Украиной, если вы, Турция, даете этой Украине оружие для убийства российских военных. Мол, это все вызывает недоумение у Кремля и у самого Путина. Но при этом всем они все равно будто бы очень ценят роль Турции в мирном урегулировании войны. В прошлом выпуске я говорил про это на уровне инсайдов, но теперь уже на официальном уровне, публично. Турция сказала Путину, что окей, раз вы цените наши усилия в мирном урегулировании, тогда давайте их искать. Только будем искать их где-то в границах территориальной целостности Украины, а не в границах сумасшедшего ультиматума вашего деда. А, и не забудьте Киеву под контроль вернуть Крым, поскольку вы только уничтожаете полуостров в оккупации. Z-паблики рассказали про реакцию российского МИДа на это заявление. В нашем МИД отказались давать комментарии по этому поводу. В Кремле же подчеркнули, что озвученные турецкой стороной условия о так называемой территориальной целостности Украины являются неприемлемыми для России. Москва считает, что в сложившейся ситуации любые попытки посредничества со стороны Турции не будут иметь успеха, пока Анкара не будет учитывать реалии на земле. Более того, наши источники указали еще на два момента. Во-первых, желание Эрдогана получить Крым под свой контроль не совпадает с официальной позицией Турции. Во-вторых, собеседники подчеркнули, что сейчас Россия не ищет вариантов завершения войны, поскольку цели спецоперации пока не достигнуты. Что тут интересно про отношения Путина и Эрдогана? А то, что Путин на саммите БРИКС публично заявлял о так называемых новых предложениях Анкары по переговорам. На тот момент, я напомню, российские диктаторы, президент Турции жали друг другу руки, обнимались. Потом были переговоры между Москвой и Анкарой на саммите БРИКС, на полях саммита БРИКС, на которых, по словам инсайдеров, в том числе обговаривалась тема Крыма и важности передачи полуострова под контроль Украины. После чего на общем саммите БРИКС Путин трижды исковеркал имя и фамилию Реджепа Таипа Эрдогана, что уже тогда свидетельствовало о неуважении со стороны российского диктатора. Потом, после саммита, началась канитель с агрессивными заявлениями от политиков уровня Лаврова. Ну и с ответками со стороны Турции, потому что Турция молчать не станет. Какой из этого можем сделать вывод? Точнее не так, не вывод, а предположение. А то, что предложение Анкары, которое получил Путин, не соответствует интересам Кремля и противоречит ультиматумам диктатора. Но, как бы дедушка не пыжился, у него это получается слабо. И единственным успехом Путина в отношениях с Эрдоганом можно назвать разве что 20 тонн сливочного масла, которые Россия успешно импортировала из Турции. Турция с 27 октября начала поставки сливочного масла в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. По состоянию на 29 октября в Россию морем ввезено 20 тонн турецкого сливочного масла, которые, как ожидают власти, позволят не допустить дефицита и остановить рост цен. Сейчас Россельхознадзор рассматривает вопрос открытия поставок сливочного масла еще из шести стран. В Минцельхозе, в свою очередь, заявили, что Россия в 24 году открыла импорт сливочного масла из Индии и Ирана. Россия начала закупать сливочное масло в Турции после резкого роста цен. То самое чувство, когда ты корчишь из себя лидера нового миропорядка, угрожаешь западу ядеркой, грозишь всему миру. Но в то же время с обгаженными штанами бегаешь к Турции, Ирану, Арабским Эмиратам за маслом. Потому что в великой сверхдержаве, где такая огромная, реально огромная территория, масла нет и не производится в нужных объемах. Ну, как и яйца в прошлом году, помните, да? А в этом году масло и картофель. Последних стал, кстати, новым драйвером инфляции в путинской России. Но там, может, Лукашенко Путину поможет. Кто знает. Ну, если Путин его хорошо попросит. Про что это говорит? А это говорит про то, что санкции работают, и путинская экономика, не получая должного от своих товарищей, за последний год серьезно просела. Некоторые компании сейчас возвращаются к практикам времен дикого капитализма. То есть к бартерным сделкам. Хочется спросить. Это уже Гойда или тут еще надо ждать? Горох в обмен на мандарины. Россия возвращается к бартерной торговле 90-х из-за проблем с платежами. Ужесточение требований иностранных банков, обернувшиеся длительными задержками и отказами в оформлении платежей для российских компаний, заставляет некоторых возвращаться к практикам времен дикого капитализма. Бартерные сделки грозят падением сборов в бюджет, но правительство больше озабочено поддержанием импорта в необходимых объемах. Министерство экономического развития в январе разработало по поручению тогдашнего первого вице-премьера Андрея Белоусова руководство для кампаний о проведении бартерных сделок. Кого-то еще есть вопросы, зачем Путин собрал на саммите БРИКС кучу своих финансистов и экономистов, особенно на переговорах с Китаем? Если остались такие вопросы, то я думаю, что они риторические. После откровенного провала на саммите БРИКС, на котором, я напомню, Путин ожидал получить новые контракты и предложения по сотрудничеству, ну а получил сливочное масло, Китай сильно охладел к своему товарищу, с которым они спина к спине, плечо к плечу, всеобъемлюющее партнерство. Далеко не последнюю роль в этом охлаждении и напряжении в отношениях с Зиньпином сыграло сближение Путина с Ким Чен Ином, а особенно факт участия солдат КНДР на стороне Кремля в войне против Украины. Ну а теперь, как мы видим, из так называемого верного товарища и брата, Путин скорее наживает себе нового врага, то есть пилит сук, на котором он сам сидит. Российские региональные чиновники начали массово жаловаться на холодный прием их делегаций в Китае. По словам источников, такое положение дел вызывает у российских госслужащих непонимание, ведь официально заявляется о большой дружбе и тесном сотрудничестве двух государств. В реальности же чиновников из регионов России принимают холодно, селят в самых замшелых отелях. Кроме того, с провинциальными губернаторами серьезные чиновники, бизнесмены и партфункционеры встречаться особо и не хотят. Избегают общения и отправляют на встречи помощников и молодых специалистов. Неуважение какое-то, отмечают инсайдеры. Что ж, мне кажется, тут в московской хунте пора уже привыкать к новому вассальному положению. Ну а как хотели? Смена ориентации с запада на восток не означает, что китайцы будут Россию воспринимать равными себе. Ну потому что достаточно очевидно, что Путин и его компания для Си Цзиньпина – это потенциальные холопы, которые не обоснованно и не по праву владеют огромными территориями с несметными природными богатствами. Причем, я напомню, часть из этих территорий когда-то были китайскими. И кто знает, захочет ли их Цзиньпин себе вернуть. Путин и компания сейчас напоминают таких крепостных. Даже не так. Скорее похоже на гордого, но бедного помещика Андрея Дубровского, который по собственной глупости сбежал и решил служить грубому и властному соседу Кириллу Троекурову. А теперь, в том числе, на правах Троекуровской челяди, они пробуют чинить беззаконие на территории соседних имений. Но не стоит забывать, что они все те же холопы. Просто хозяин у них теперь другой, который сразу указывает на их место и на их положение. Троекуров сказал искать пути к справедливому миру. Троекурова не послушали. Пошли к другому помещику стучаться в ворота. Северокорейские ворота. Там открыли, пригнездили, помогли людьми, оружием. Но! Мстительный Троекуров этого не забудет и в нужный момент нанесет решительный удар. Поставлю на этом точку, друзья. Спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok